Воспитанники творческих и патриотических клубов накануне Дня Защитника Отечества побывали в воинской части 52-116. Встреча военных, охраняющих воздушные рубежи нашего округа и матищинских подростков не первая. По традиции будущие призывники познакомились с солдатским бытом и поздравили людей в погонах с наступающим праздником. Как это было, расскажет наш корреспондент. Войсковая часть 52-116 была образована в 1953-м. Она охраняет воздушное пространство над промзонами, расположенными вокруг столицы. За доблестное выполнение государственных задач и активное участие в воспитании подрастающего поколения два года назад Войсковая часть 52-116 была удостоена чести носить имя Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Бориса Кирпикова. Это был человек доброй души, безукоризненно ответственный, честный, порядочный и доброжелательный офицер. Проявлял максимум энергии и заботы к тому, чтобы у солдат было все хорошее, доброе и легко выполняли служебные обязанности. В свое время Михаилу Ивановичу довелось служить под командованием Бориса Кирпикова. Сегодня же он вместе с действующими офицерами напутствует будущих солдат. В преддверии Дня защитника Отечества на экскурсию в войсковую часть 52-116 приехали воспитанники творческих и патриотических клубов городского округа Мытищи. Знакомство с солдатским бытом для них началось в столовой. Подросткам, как и военнослужащим, предложили несколько блюд на выбор. Я взял борщ, взял масло с хлебом, огурцы соленые. Кормят вкусно, очень даже. Мне нравится. В меню также салат из свежей капусты, суп, гречневая гороховая каша, куриное и говяжье мясо, яблочный сок. Словом, голодным никто не остался. А те, кому выпало служить в лихие 90-е, таким изобилием были приятно удивлены. С едой тогда была проблема, по-моему, везде была проблема с едой. Сейчас, я смотрю, великолепно кормят салат, первое, маслица, мясо, приличный кусочек. В общем, я только рад за ребят, которые попадают в армию, служат год, хоть за год они откормятся, наберутся сил и опыта. Изменения коснулись не только солдатской столовой. Военные продемонстрировали мытищинским подросткам всесезонный комплект полевого обмундирования. Есть и легкая одежда на теплое, даже на жаркое время. Есть на дождь, есть на холод и так далее, на снег. То есть, практически на любое время, от наших северных широт до самых южных, здесь можно использовать и очень даже успешно. Материалы, из которых теперь щуют одежду для военных, также претерпели модернизацию. Для их производства используют нанотехнологии. Так получается куртка, в которой невозможно промокнуть даже стоя под душем, или белье, в котором тело не мерзнет и не потеет. Но больше всего мальчишек заинтересовали различные технические приспособления, такие, как этот фонарик. То есть, допустим, договорился, командир, наши огоньки зелененькие. Все свои включили зелененькие. Все, ходят так. Их издалека видно, что это слуги. Мытищинские подростки также основательно подготовились к встрече. Они привезли концертную программу, посвященную предстоящей праздничной дате. Песенные и танцевальные номера были великолепными. Но бурю оваций сорвало выступление воспитанников военно-патриотического центра границы. Одно и два подъем! Стоять лево! Под готовку мы стоим! В войсковой части 52-116 мытищинские подростки провели полдня. Достаточно для того, чтобы решить дилемму – служить или откосить. Молодые ребята до призывного возраста, они просто не осведомлены о том, что происходит в армии, что происходит в войсковых частях. И вот сегодня, посмотрев на самом деле на ту доброжелательность, на ту отзывчивость, я думаю, что у них просто снимется вот этот страх, этот барьер перед службой в армии. Возможно, кому-то из этих мальчишек доведется служить в войсковой части 52-116. Им, а также девчонкам, мечтающим о службе по контракту, здесь будут рады. Надежда Трифонова, Денис Петров, информационная программа «Дим».